За последние пять лет объемы безналичных платежей в Казахстане выросли в 37 раз. По данным Нацбанка, казахстанцы сегодня обналичивают только 18% денежных средств. Платежи посредством карточек и гаджетов уже стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Статистика показывает, что потребность в наличных деньгах снижается с каждым днем, поскольку все участники рынка переходят на безналичную оплату. Согласно отчетам Ассоциации финансистов Казахстана, меньше всего наличные деньги используют в Алматы. Практически 90% всех платежей в городе совершается при помощи банковских карт или телефонов. В тройку лидеров по этому показателю также входят Шимкент и Астана. А вот среди регионов, где наличные еще пользуются активным спросом, лидирует Североказахстанская, Восточно-Казахстанская и Акмолинская области. В целом по стране 8 из 10 тенге от общего оборота по платежным картам приходятся на безналичные платежи. С его за 5 лет количество банковских карточек в обращении подскочило более чем в 3,5 раза. В начале 2022 года их число достигло уже 58 миллионов. То есть на каждого казахстанца приходится более трех карт, а на каждого экономически активного более шести карт. Для оптимизации межбанковских комиссий национальным банкам достигнута договоренность с международными платежными системами по поэтапному снижению межбанковских комиссий до 2025 года в 2 раза. Будут продолжены работы по масштабированию сервисов национальной платежной системы, модернизации инфраструктуры биометрической идентификации, внедрению открытых стандартов OpenAPI и OpenBanking, что позволит повысить доступность финансовых услуг для граждан и бизнеса, заявил председатель Национального банка Галымжан Перматов. Стремительными темпами развивается и шопинг. С января по сентябрь прошлого года казахстанцы провели почти 4 миллиарда транзакций. Это на треть больше показателей 2021 года. Чаще всего в интернете наши граждане покупают одежду, обувь и спортивные товары. На второй строчке рейтинга – продукты питания. Высокий спрос в сети наблюдается на лекарственные препараты, косметику, товары для домашнего пользования. По статистике, каждый пятый интернет-пользователь в Казахстане является постоянным клиентом какого-либо онлайн-магазина. При этом с каждым годом необходимость физически посещать рынки и магазины снижается. Такая динамика неизбежна, говорят эксперты. Глобальная борьба за клиентов подталкивает компании развивать финансовые технологии. А пандемия COVID-19 только ускорила этот процесс. В Астане или Алматы, наверное, нет такой торговой точки, где не принимают безналичные платежи. В регионах ситуация другая, потому что для банков экономически нецелесообразно устанавливать достаточно дорогой платежный терминал в магазинчике маленького поселка. Но у каждой сложной проблемы находится простое решение. Одна из таких – технология Tap-to-Phone. Она позволяет использовать смартфон продавца в качестве POS-терминала, достаточно только установить приложение своего банка и пройти регистрацию, заявила региональный менеджер платежной системы Кристина Дорош. В 2022 году новую жизнь в Казахстане обрели международные системы денежных переводов. По данным аналитиков, с января по октябрь объем полученных из-за рубежа средств превысил 575 миллиардов тенге. Это сразу в два с половиной раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Да и в целом такой объем денежных переводов является рекордным как минимум за последние 9 лет. Также выросло и количество транзакций сразу на 46,7%. При этом средний чек увеличился на 68%, составив 414 тысяч тенге против 246,5 тысяч годом ранее. Для сравнения, в 2014 году средний чек составлял лишь 132 тысячи тенге. Большая часть денег поступает из России, причем объем переведенных денег начал расти именно в 2022 году. В первые три месяца показатели уступали прошлогодним, однако к середине весны они начали расти и достигли пика в юне. Тогда объем переводов составил 66,9 миллиардов тенге. Напомним, именно в это время из-за военного конфликта с Украиной на Россию были наложены экономические санкции, а платежные системы заявили о прекращении работы в стране. Субтитры создавал DimaTorzok